Привет, друзья! В моём очередном видео я расскажу вам о самых захватывающих хоррор играх, которые просто невозможно играть в одиночку. Если вы хотите испытать истинный ужас и эмоциональный взрыв вместе с друзьями, то это видео надо посмотреть. Я отобрал самые пугающие и атмосферные игры, которые подарят вам незабываемое прохождение в компании друзей. Но если вы хотите приобрести понравившуюся вам игру, ссылки на надёжные ресурсы оставляю в описании. Killing Fruit 2 – отличное продолжение игрового полёта в жанре шутера с видом от первого лица. Сюжетная линия перенесёт игрока в события, которые развиваются после истории, предоставленной нам первой частью серии. Неудачный эксперимент в могучной корпорации привёл к очень печальным последствиям. Теперь всё человечество постепенно превращается в жутких и опасных монстров, совершенно не имеющих сердца и душу. Во второй части ты отправишься в центр событий, которые будут происходить в Европе. Все могучные правительства потерпели крах. Огромная армия подверглась тотальному уничтожению, но лишь небольшой группе людей удалось выжить в этих условиях. Ты будешь состоять в команде таких выживших, которые отправятся на спасение мира. Исследуй каждую локацию и постарайся найти как можно больше полезных предметов. Вооружись мощным оружием убийства и отправляйся на сопротивление с тысячами жестоких соперников, желающих поживиться свежиной. Back 4 Blood Это кооперативный и онлайновый шутер от первого лица от создателя первой части серии Left 4 Dead. Игра позиционируется как духовный наследник вышеупомянутой серии, но в отличие от неё в этой игре также присутствует режим PvP. В ней мутантами могут играть другие пользователи, что делает игру более интересной и разнообразной. Событие происходит в постаполитическом мире, где большинство жителей планеты были уничтожены зомби-вирусом неизвестного вида. Теперь многие выжившие скитаются по миру и пытаются найти место, где они смогут выжить в этом мире. Основной режим игры кооперативный для четырёх игроков. Каждый игрок берёт под контроль одного из персонажей, которые отличаются определёнными навыками и внешним видом. Вместе с им предстоит выполнять множество миссий, каждая из которых представляет собой уникальную локацию со своим набором задач и внешним видом. Также стоит отметить наличие оружия дальнего и ближнего боя и полезных предметов, которые можно найти по мере прохождения сюжета. Зомби могут быть нескольких типов и каждый из них отличается особыми способностями. Вы можете играть за одного из них и нападать на выживших, мешая им выполнять задания и двигаться дальше. GTFO. Игра, которая была разработана в популярном жанре шутера, имеющая уникальный дизайн и динамичный геймплей. Здесь тебе предстоит с головой окунуться в атмосферу хоррора и безумного экшена, в котором тебя ожидают испытания, сложности, препятствия и соперники, с которыми справиться не так-то просто. Сюжетная линия познакомит тебя сразу с четырьмя главными героями, а это значит, что ты сможешь здорово провести время в компании друзей. Те четыре персонажа отважные, смелые и готовые на всё ребята, которые готовы столкнуться с испытаниями ради наживы. А наживы являются ценные артефакты, захороненные глубоко в подземельной секретной базе. Чтобы добиться поставленной цели, вам необходимо действовать слаженно, правильно, распределяя обязанности и силы. Это потребуется для того, чтобы суметь дать отпор главным жителям подземелья, монстрам и безумным тварям. Все действия будут происходить с видом от первого лица, что позволит тебе с головой окунуться в эту жуткую, но манящую атмосферу. Всегда будь начеку и не забывай прокачивать навыки, чтобы справиться с более сильными оппонентами. The House of the Dead Remake. Обновленный игровой проект, разработанный в жанре шутеров. Основной тематикой которого является зомби. Здесь вам предстоит вступить в ожесточенные бои с коварными и бездушными созданиями, которые будут возрастать в силе. По мере следования тебе необходимо позаботиться о развитии навыков и боевых характеристик главного героя, который позволит истребить любого, даже самого сильного оппонента. Проходи испытания, избегай ловушек и старайся сделать все, чтобы враг был уничтожен. Игра довольно динамичная и готова порадовать нас наличием кооператива, что позволит отлично провести время в компании друзей. Не забывай о командной работе, распределяя обязанности правильно и рассчитывая на силы каждого, чтобы не было потерь, а соперник был истреблен. Основные изменения коснулись именно визуального исполнения, поэтому ты окунешься еще в более реалистичную атмосферу. Пройди все преграды и дай отпор врагу, тем самым спасая мир от полного разрушения. Dead Light 2. Слай Химмэн. Экшен на выживание, где все действия происходят с видом от первого лица. Первым делом познакомься с главным героем, молодым человеком, которому удалось сохранить жизнь после апокалипсиса. Сюжетная лень расскажет о внезапно возникшем вирусе, который стал распространяться по планете с бешеной скоростью, превращая всех живых в зомби. И одним из этих немногих ты и являешься. Отправляйся на исследование территории, проходи испытания, собирай ценные ресурсы и обеспечь себя укрытием. Создавай свою команду, оснащай боевый арсенал мощным оружием, чтобы суметь отразить атаку не только ходячих мертвецов, но и других выживших, которые будут покушаться на твою добычу. Периодически ты будешь вставать перед непростым выбором, который будет оказывать большое влияние на ход событий, поэтому стоит подключить логику и смыкалку, дабы не допустить ошибок. Графика продумана на отлично и позволит каждому с головой окунуться в эту напряженную, а порой и пугающую атмосферу. Evil Dead The Game. Это захватывающий экшен, продолжающий одноименную серию игр. На этот раз игроки смогут сразиться в кооперативном или PvP режиме, чтобы продемонстрировать свои силы и способность. Вас ждет увлекательное путешествие в неизвестный мир, полный различных опасностей и препятствий. Вы можете выбрать одного из антагонистов и отправиться в путешествие. Соберите свою собственную команду из четырех героев с уникальными навыками. Им придется путешествовать как единое целое, исследуя окружающие локации, сражаясь и собирая ценные артефакты. Вы должны закрыть брешь, образовавшийся между двумя мирами, через которую к нам проникли ужасные монстры. За ними стоит сам демон Кандарий. Постарайтесь остановить его проход в наш мир, иначе он будет уничтожать все живое. Убивайте существ, чтобы заработать очки опыта и улучшить свои навыки. Добившись окончательного успеха, вы также сможете попробовать сразиться с антагонистами. Как могучный дьявол, вы должны найти и победить группу отважных безумцев, которые осмелились противостоять вам. Dead Islaan 2. Это открытый мир с элементами выживания и экшена. Здесь игрокам предстоит взять на себя роль выжившего после зомби-апокалипсиса и исследовать огромные окружающие территории, такие как живописные побережья Калифорния. В игре представлены несколько районов, каждый со своим уникальным окружением и заданиями. Основной фокус игры это боевая система с элементами ролевых игр. Игроки могут выбирать одного из нескольких персонажей с уникальными способностями и навыками, а также находить и модифицировать оружие для повышения своей эффективности в бою. Битвы с зомби являются жестокими и кровавыми, с использованием различных рукопашных и оружейных атак, а также специальных приемов. Dead Islaan 2 также предлагает кооперативный режим, где игроки могут объединиться с другими выжившими, вместе сражаться с зомби и выполнять совместные задания. Онлайн-сотрудничество и соревнования добавляют элементы социальной игры, больше вариативности в геймплее. График реалистична и отличается качественной проработкой деталей окружения и персонажей. Мрачная атмосфера, сопровождающая ночную обстановку, создает более интенсивные и страшные моменты. По сути, Dead Islaan 2 это увлекательный и жестокий мир выживания, в котором игроки должны использовать все свои навыки и коварство, чтобы остаться в живых и победить зловещую угрозу зомби. The Corey Хоррор на выживание третьего лица, в котором нам предстоит пройти массу преград и столкнуться с огромным количеством опасностей для завершения важной миссии. Сюжетная линия расскажет о существовании большого детского лагеря, где вожатые решили немного отдохнуть от работы и устроить вечеринку. Такие мероприятия всегда проходили на отлично, но не в этот день. Все дело в том, что внезапно наглядывали незваные гости в виде охотников, которые намерены убить всех до единого ради наживы. И именно с этого момента и начинается настоящая борьба за жизнь, победить в которой может не только сильнейший, но и хитрейший. Сыграя роль одного из участников мероприятия и постараясь сделать все возможное, чтобы выжить. Игра порадует своей динамикой, массой интересных поворотов событий и атмосферой, способной держать напряжение на протяжении всего времени прохождения. Графика также была проработана на отлично, что позволит нам в полной мере ощутить себя в главной роли и постараться во что бы то ни стало сохранить жизнь. Девуар – кооперативный игровой проект, разработанный в жанре хоррора, в котором могут принять участие от одного до четырех игроков. Игра расскажет о существовании культа, который совершает немыслимые деяния, а главной сдачей игрока – остановить лидера. Выживание начинается с самого начала игры, поэтому тебе нужно быть всегда на чайку и не терять рассудок, чтобы не оказаться в самом центре ада, из которого уже никто никогда не выбирался. Одиночный режим представлен тем, кто ничего не боится и не требует помощи, поэтому кричать придется одному. Кооперативный режим позволяет играть командой, взявшись за исполнение роли членов культа и отправиться навстречу приключениям, раз и навсегда уничтожая главного соперника. Игровой процесс довольно сложный в своем исполнении, а также имеет способность к генерации случайным образом, что делает прохождение еще более интересным. Чтобы остановить Анну, тебе и твоей команде предстоит приложить немало усилий, сражаясь с множеством противников и преодолевая смертельные ловушки. Порадует графическое исполнение и жуткая атмосфера, которая здорово дополнена соответствующими звуковыми эффектами. Dead by the Light игра, рассчитанная на прохождение в режиме мультиплеера, где пять разных игроков случайным образом попадают на ту или иную локацию, где им и предстоит находить всевозможные способы, чтобы сохранить себе жизнь. Вы можете побывать в самых разных местах, так как они генерируются случайным образом, будь то больница, небольшая по площади деревня, либо большое многоэтажное здание. Один из пяти игроков становится на сторону зла, где воплотится в жесткого и беспощадного маньяка, который будет вести охоту за остальными четырьмя жертвами. Оставшиеся игроки становятся обычными героями, которые должны найти любой доступный способ спасения. Кому выпала участь злодея, будет играть с видом от первого лица, жертва же от третьего. Это и позволит им лучше скрываться и выглядывать из-за угла, контролируя всю ситуацию. Повсюду будут разбросаны некие генераторы, которые жертвы должны отыскать, а затем выключить. Это сможет привести их к долгожданному спасению. Игра действительно пугает и оставляет после себя пугающий след. Вот и подошел к концу мой топ хоррор игр, которые лучше всего играть с друзьями. Надеюсь, что вы нашли что-то интересное для себя и обязательно попробуйте поиграть в одну из этих находок. Не забывайте, что самое важное в этом процессе не только испытать ужас от игры, но и наслаждаться моментами смеха, криков и совместного решения головоломок. Будьте готовы к приключениям, потому что эти игры действительно непредсказуемы и пугающие. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал и оставить комментарий о том, какие хоррор игры вам нравится играть вместе с друзьями. Берегите себя и встретимся уже в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok